приветствую всех на своем канале всем отличной недели сегодня мы с вами сделаем расклад для чего вы в этом мире вот буду работать на колоде терра волата новая моя колода которую я приобрела на ваши донаты чему я очень рада и благодарна вам так выбирайте пожалуйста позиции напоминаю что под видео у меня есть вся необходимая информация как со мной связаться по ссылке мои услуги а также ссылка на второй мой канал с короткими роликами кому интересно переходите подписывайтесь и смотрите тайм-коды есть в описании к этому ролику а мы с вами приступаем ночь голубенький красненький зелененький камешек 1 2 3 позиция все как обычно и так позиция номер один смотрим для чего вы в этом мире для чего вы в этом мире хороший вопрос здесь у меня проходят души такие достаточно древние те которые воплощались не один раз души с опытом знаете здесь такое вот ощущение энергии какой-то он немножечко уставший уставший не с негативной точки зрения что сил нету ресурсов а скорее всего душа такая знаете достаточно мудрая познавшая многое увидевшие в своей жизни достаточно многое вот такой знаете вот наверное ближе к старости как появляется такое ощущение что как-то я уже ничего и не хочу просто хочу жить вот именно здесь как будто бы отпадает вся мишураки и остается чистое чувство жизнелюбия что ли какая-то вот истина здесь присутствует что-то такое настоящее что-то такое существенное весомое знаете такое ощущение что вот душа уже готовится к переходу я не имею ввиду что наступит физическая смерть она так или иначе когда-нибудь наступит нет здесь не про это а здесь вот именно на своем этапе развитие такое вот ощущение что она достаточно близка к совершению какого-то этапа какого-то уровня я не имею ввиду вот в плане физического мира такое ощущение что вот какое-то вот развитие будет потом то есть следующее воплощение она возможно и не будет даже земным то есть не будет такая необходимость возможно где-то в другом и что-то здесь такое ощущается вы как будто бы в этом воплощение пришли как-то вот отдать дань отдать какие-то свои долги что-то завершить то здесь нету чувства что как будто бы идут за дело на будущее здесь идет как завершить каких-то вот я не знаю экономических долгов как-то зачищение мне идет зачищение очищение от чего-то то здесь нету каких-то планов на будущее воплощение а здесь идет знаете вот как будто бы рассчитаться отдать завершить как перед тем когда вот вы едете например в отпуск до старайтесь освободить холодильник чтобы никакие продукты не пропали не там не знаю не испортились либо при переезде начинаем отдавать ненужные вещи старые выбрасываем чтобы в новую квартире все вот здесь вот для чего в этом мире рыцарь жезлов знаете как человек который должен распространять какие-то идеи плюс ко всему человек такой жизнерадостный доброты и щедрости тепла позитива энергия правда ее не намного хватает то есть вам периодически нужно уходить в себя для того чтобы подпитаться вот и так интересно вы других людей подпитываете через себя энергии я не говорю своей а вот через себя себя вы не подпитываете через сообщение например через людей нет себя вы подпитываете как-то по-другому твое ощущение что вот вы уходите как будто бы вглубь себя вы как-то подпитываетесь не от людей однозначно для чего вы в этом мире еще хорган мир чтобы расширять границы людей однозначно поддерживать этот человек который дипломатичный я бы так сказала да человек который может примерять людей между собой как то вот вы соединяете объединяете людей здесь хочется сказать что вы как будто бы человек мира даже если вы не путешественник вот и дальше своего города никуда не выезжали здесь такое чувство что не знаю можете говорить о тех местах которых вы не находились здесь идет вот ваша как будто бы задача соединять соединять людей показывает людям природу единение показывает людям внутренней гармонии а вот каком-то успокоение наслаждение жизни в равновесии умение считывать знаки взаимодействовать со вселенной планом я говорю вот вы как человек который на духовном поприще достигли какие-то определенных пиков своих да я не могу сказать что то это прям вершина ну вот человек такой знаете познавший многое видевший многое и он как будто бы с высоты своего полета может сказать вы как будто бы показываете людям жить жизнь я не знаю в согласии с миром в согласии мне знаете вот показывают как а как егерь да как который живет в лесу и понимает как то вот общается с травами общается с деревьями понимает язык животных да различает следы вот вы такой же егерь природы которые хорошо вот очень понимает вам может быть сложно сложно дается понимание людей в силу того что вот вы понимаете вот вы где-то находите здесь а люди находятся здесь и им нужно пройти еще опыт определенно чтобы дойти до вас и вот вы со своим с высоты своего полета вы как будто бы глядя на эту дуальность которые проживают люди она вам уже кажется чуждой то есть например если две стороны конфликтуют вам не то что противен этот конфликт вы не понимаете смысл конфликта почему потому что вы со своего опыта своей стороны видите что и одна сторона права и другая здесь нельзя сказать что вот прям однозначно только один прав либо другой вы как будто вы видите слияние вот этих вот двух сил вот этих двух энергий между собой то есть вот есть люди которые смотрят да и видят и начинает разделять вот у них точно у них есть разделение на хорошо или плохо на плюс или минус на добро или зло у вас этого разделения уже нету а вы уже видите больше наоборот какой-то вот целостность во всем и поэтому вам не интересно с людьми с точки зрения того что они не видят жизненный опыт и ситуации с с вашей точки зрения вот именно с точки зрения единения то есть например если где-то произошло я не знаю какое-то воровство вы не будете осуждать человека который украл да вы сразу можете увидеть причину почему произошло воровство видеть историю вора увидеть историю человеку которого украли безусловно вы будете понимать что сам поступок он неправильный но при этом вот оценивать и сказать что вот он не прав и прав вот это вы вы так не скажете потому что вы вы как будто бы видите такой знаете вот хочется сказать божественный замысел в этой ситуации видите то что скрывается за ситуации то есть не саму историю например воровство а что за ней скрывалась да то есть какие уроки люди должны были пройти для чего они встретили то есть вот здесь вот какая-то такая глубина и отвечая на вопрос для чего вы в этом мире вот как раз таки наверное для того чтобы показать людям вот этот уровень еще для чего вы в этом мире но вы королева мечей здесь скорее всего ваша роль больше такая наставническая учительская но опять-таки вы не тот человек который ведет за собой людей вы тот человек который может передать какую-то информацию рассказать а дальше люди сами у меня такое ощущение что вот к вам приходит знаете как за к некой такой пифии да скажи скажи мне ответ на вопрос и пифия никогда не говорила напрямую до ответ на поэтому в ее храме всегда были жрецы которые интерпретировали эту информацию да то есть вы тот человек который скажет информацию а ты уже сам как поймешь так поймешь то есть это твое мне это как будто бы не не столь важно не столь интересно я тебе сказал если ты дорос окей ты услышишь не дорос иди расти но здесь что-то такое по королеве мечей люди которые приходят за советами для чего вы в этом мире не знаю хочется сказать для какой-то справедливости не то чтобы вы как-то вот выстраиваете какую-то справедливость а вы как будто бы наводите какой-то порядок в головах людей вот так я могу сказать на своем ли вы пути находитесь если здесь второй такой вопрос кстати расклад был взят по моему из комментариев тема поэтому два вопроса они в принципе не не совсем соединяются но все же находитесь ли вы на своем пути либо на своем ли пути вы находитесь сейчас вот на данный момент не вообще в этой жизни а сейчас на своем ли вы пути находитесь так так самоуверенность знаете как аркан выпал интересный момент знаете у меня такое ощущение что вот на своем мне хочется сказать что все-таки не на своем то ли вы боитесь поплатиться за какую-то свою самоуверенность то ли наоборот не верите то есть есть недоверие своим силам как-будто бы избегания наказания то что взяли на себя больше и здесь я не могу понять то ли вы не берете на себя столько сколько нужно как будто бы боитесь знаете вот вот это вот училищество наставничество проводников то что я говорила ранее да то ли вы не берете на себя вот эту вот роль не принимаете и поэтому мне на своем пути то ли наоборот здесь может быть чрезмерные где-то в какой-то степени от меня скорее всего идет вот первое что-то вы не берете знаете вот как будто бы боитесь да боитесь ответственности боитесь признать в себе вот эту вот роль а вдруг я что-то не так скажу либо а вдруг я что-то не так сделаю что ну вы знаете страх навредить другому здесь последствия только одно не причинить вреда другому человеку о чем здесь самоуверенность это а каких-то в фантазиях да о том что вы как-то чрезмерно эмоционируйте на этот счет на эти здесь вот нужно понять и такую фишку что у вас есть страх и знаете чтобы чтобы я не зазнался да чтобы я не загордился но если вы будете понимать что-то информация которую вы транслируете она по сути не ваша она до нас выше и и только вашими руками творец передает эту информацию тогда у вас не будет вот этого вот страха чтобы я не возгордился почему потому что это не ваша информация ну то есть это не вы ее порождаете через вас и и и просто передают и таким образом здесь не то чтобы ответственно снимается ваша ответственность она будет только заключаться в том чтобы передать да нужному человеку сказать а то что качество да либо ту информацию которую вы передаете она как будто не ваша вам не надо за это бояться вот вы берете вот здесь вот это вот как раз таки самонадеянность она и связана с тем что вы берете на себя либо считаете что вы возьмете на себя ответственность бога творца здесь вот этот вот страх что если люди ко мне будут приходить за советом за рекомендации что где-то вот вопросы власти и силы и влияние на других людей она к вам перешло из прошлого воплощения в этой жизни вы можете видеть насколько вы можете быть влиятельным человеком насколько вы умеете влиять на сознание другого человека ну то есть вот этот вот навык власти он никуда не ушел он остался но воспоминания из прошлой жизни о том какие последствия были за неправильное использование власти и силы но у вас памяти осталось поэтому здесь вы возможно избегаете вот вот этой роли здесь нет здесь я могу сказать что вы не на своей роли не на своем пути вот с этой точки зрения находит что вам нужно сделать чтобы выйти на свой путь принять а вот как разки выпала карта благоразумие в этой колоде очень интересный да есть альтернативные карты помимо 78 и я их оставила то есть автор дает право создавать колод так как я хочу то есть оставлять там 78 карт либо оставлять еще и альтернативные я решил оставить альтернативные почему потому что существует четыре основных так скажем как база до благодетелей одна из них это вот как раз таки благоразумие здесь о чем речь идет то есть если вы будете благоразумны в своем выборе то есть вы проживаете физическом мире совершаете то что необходимо на физике но при этом ваш взгляд обращен на тонкий план вы как будто бы соединяете это два мира но с одной стороны я нахожусь тонко плане в мире идей то есть вот это вот то что я говорю проводите через себя а то есть ваш один взгляд обращен на небо вы взяли эту информацию а потом эту информацию начинаете заземлять то есть другой взгляд как раз я обращен к земле к физике передачи этой информации если вы будете благоразумны своих поступках то вам здесь бояться нечего здесь скорее всего если присутствует такой страх такая подоплека помимо того что это опыт прошлого воплощения в этом воплощении вопрос нужно быть более избирательным в не то чтобы контролировать но пристальным и более внимательно к своим каким-то качеством в момент когда вы транслируете информацию то есть не не создавать перенос перенос своих каких-то травм на другого человека да либо вот каких-то своих теневых аспектов на другого человека вот здесь вот это то есть если вы будете благоразумными вам бояться здесь нечего аркан влюбленных выпадает выбор вот я говорю у вас здесь страх за последствия почему последствия не других людей что вот вы кому-то там что-то навредить а чтобы не дай бог вы что-то не сказали и вам чтобы не прилетела за это не от человека свыше вы не боитесь людей здесь вы боитесь наказания свыше здесь нету страха людей потому что уровень у вас другой здесь как будто бы идет ваше взаимодействие с тонким планом не столько с людьми сколько с тонким планом вот такая была у меня первая позиция прекраснейшая колода тэрэ волат и она мне очень очень нравится так а нет поставлю поставлю благоразумие мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку для чего вы в этом мире двоечки вы для того чтобы дарить эмоции для того чтобы дарить красоту радость вот здесь выйду человек который дарит этому миру вот какую-то легкость легкость в эмоциях переживаниях каких-то волнениях открытости детскости вы должны напоминать людям об этом чтобы вот как-то не знаю а облегчать до чтобы не было знаете атмосфера как-то на электризована вот вы тот человек который занимается разрядкой этой атмосферы как-то вот очищает и что ли светится для того чтобы светиться и делать этот мир дать вот такое ощущение что есть разного рода растения кустарники деревья а есть цветы причем цветы разные вот вы относитесь к той категории цветов которые украшают да причем это может быть там не знаю как-то однодневки условно говоря как одуванчик да вот то есть хотя у одуванчика есть все-таки лекарственное да это растение а вы скорее всего то что украшаете вот казалось бы с одной стороны к бессмыслица данного блин есть цветок и нету его ну и все с другой стороны вот без этой красоты как жить вот ваша задача именно в этом для чего вы в этом мире пажезов для чего для чего вы как искорка вы как искорка вы как будто бы дарите идеи каких-то желаний другим людям вот я говорю вы как подсолных радость 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 именно знаете где-то как-то вот сообща с кем-то что-то делать как будто бы душа компания что ли бывают такие люди вот по жизни балагуры и на них смотришь и говоришь ну блин ну какая вообще безответственный человек вот какой-то вот он легкий по жизни и с другой стороны как несерьезный а с другой стороны ты понимаешь что это без этих людей как будто бы ну скучно было серо безвкусно как соль да соль как суть соль суть чего-либо то есть не убери соль и она будет безвкусно можно ли есть конечно можно есть и люди привыкают но это вот как-то делает жизнь более вкусный здесь про это причем так интересно вы как человек достаточно неуверенный в себе да но очень очень любознательный не в плане познания мира там задавание каких-то вопросов как у нас идет папажу мечей до сбора информации а вы скорее всего тот человек который ну вот которому любопытно что-то посмотреть у вас есть такая характерная черта где-то если вы видите бабочку вот почему-то подходите вам очень интересно рассмотреть ее на вроде бы казалось ну чего там посмотреть этой бабочки да там 23 цвета ну вот вам нравится вот в этот человек который рассматриваете все вглядываетесь а я не могу сказать что вас хорошо развита память но вам вам нравится вот все что такое красивое то есть вы например я не знаю если ходите в музей например архитектуры видите какие-то там вот эти вот старинные вазы все такое ну там интересно пойти рассмотреть вот вы можете очень долго это все рассматривать нюхать может быть если есть возможность поддержать вот а и потом отворачиваете идете дальше если через пять минут вас спросить а какая-то вас было ты вот смотрел на нее там 20 минут 15 минут рассматривать вам сложно будет вспомнить это не говорит о том что у вас плохая память а это говорит о том что вот в этот момент вы сфокусированы на том что вам интересно а потом переключились вот вы умеете очень быстро переключаться когда вы переключаетесь вы как будто бы забываете то что прошивали это хорошо с одной стороны в плане эмоций потому что вы эмоциональный человек если держать в себе вот эти вот все эмоции переживания но вас бы разорвало изнутри этого достаточно сложно вот но здесь такое вот вы очень любите причем что осматривает мне идет такое что человек прям вот я не знаю картинка какая-то вот он очень близко подходит к ним всматриваясь такое ощущение что я хочу вникнуть в суть я хочу не в плане понимания как это устроено а вот а вдруг я что-то упускаю да вот здесь что-то такое для чего вы в этом мире искушение искушение да в этой колоде есть дьявол и есть искушение так вот вы как раз таки искушение искушение здесь может быть такое что вот вы являетесь для кого-то каким-то искушением но это может быть в негативном каком-то ключе я извиняюсь за выражение когда мы говорим например козел отпущения вот всегда в каждом обществе нам каждом окружении есть один человек который все время попадает под горячую руку он то на него накричат он не виноват но такое ощущение что вот он все время находится какой-то неправильном моменте либо там где не знаю на работе у начальника какое-то плохое настроение либо какие-то трудности в этот момент всегда появится какой-то служитель который откроет дверь либо какой-то работник да который открывает дверь что-то спросить потому что это важно и вот начальник начинает его кричать то есть если бы он пришел там не 15 минут позже да то все было бы либо раньше то все было бы окей на него никто не кричал а вот он все время как-то вот падает под горячую руку то есть с одной стороны вы возможно бываете такими людьми на каких-то моментах я не говорю что вы всегда такие да вот все время как тут попад почему потому что вот такое ощущение я же говорю вы разрядите ли атмосферы через вас энергия как-то разрешается человек высказал то накручал ему как будто бы легче стало а поскольку вы умеете быстро переключаться вы как-то так может быть переживаете несколько минут ладно прошло и пошли дальше то есть вас что-то другое отвлекло и вы полетели дальше как-то вот своим делам что-то дальше рассматривать это один момент может быть то есть вы можете чередовать а с другой стороны и вы можете быть таким искусителем когда люди глядя на вас начинают завидовать плане того что вот почему вот вы такие легкие да почему вот вам 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 легкое дается я не знаю вот вот это вот переключение по жизни вот вы все время как будто вы находитесь на какой-то своей волне и а люди вас имеют в этом плане не понимают они не понимают как вам это удается да почему вот вы все время находите какую-то красоту что-то такое хорошее что является следствием вашего приподнятого настроения то есть ну допустим люди не могут понять как вот наше тяжелое время вы относитесь к той категории людей которые говорят да тяжело да я это вижу да это замечаю я живу на этой земле я не закрываю глаза вот я не убегаю никуда в свои какие-то иллюзии фантазии но это не повод для того чтобы вот я вот прям горевал с утра до ночи потому что вся наша жизнь и это это не один год до каждый раз какие-то трудности сложности бывает это не повод огорчаться это не повод падать духом да то есть вывод как будто бы какая-то вас такая философия здесь есть для чего в этом мире здесь вы как будто бы хотите понять как можно материализовывать какие-то свои идеи то есть рыцарь пендапли у нас это воздушная часть земли да это соединение двух энергий воздуха тонкого плана и земли материализации то есть как можно материализовать какие-то идеи я не говорю о идее которые там например я хочу нарисовать картину ясное дело да берешь краски и ну если не умеешь рисовать ведешь учишься если умеешь сидишь и рисуешь я имею ввиду идеи какие-то вот такие абстрактные иногда они могут быть не знаю какие-то сумасбродные какие-то вот вот прям абсурдные какие-то такие абстрактные которые казалось бы а их вообще реально воплотить то есть я я не могу вам привести пример но здесь какое-то вот что-то такое как будто бы неосязаемая я не знаю ну условно говоря сделать искусственный интеллект эмоциональным вот как сделать так чтобы искусственный интеллект смеялся у него было как прекрасное чувство юмора он умел проживать там боль или еще что-то ну кажется по крайней мере в теории что ну это вообще никак нереально вот у вас какие-то такие идеи бывают сейчас я сказала конечно же пример научный наверное в реальной жизни он не совсем уместный но мне просто голову сейчас не приходит какой такой пример когда вам могут говорить это нереально вот вы тот человек когда вам очень часто слышите когда вам говорят это нереально ну ну это невозможно и вот вы ищете какой-то способ я не знаю как будто бы как найти объяснение интуиции либо как знаете вот есть люди которые стараются зафиксировать душу да то есть ну как-то ее оцифровать и есть разные эксперименты которые взвешивают ну условно говоря измеряют вес человека до смерти и после смерти вот насколько его вес меняется он становится лежит и вот говорят что там не знаю четыреста сколько-то там грамм весит душа и вот кажется это какая-то вот абстрактная идея но для кого-то она действительно весомая либо как-то отфотографировать душу то есть как как она вообще вообще выглядит вот здесь что-то такое вот вот вы тот человек который вот такие вот идеи какие-то нереальные можете воплощать причем воплощать в силу того что вы в это верите не потому что они легко воплотимы а вы можете работать и всю жизнь над какой-то такой идеи в конечном итоге вам вам это удастся то есть здесь про это если говорить более ну человеческим языком то вы достаточно терпеливый рыцарь педакли это очень медленные медленный аркан медленное движение это движение где нужно прикладывать какие-то усилия упорство настойчивость не упрямство здесь а именно терпение терпение это очень такой терпеливый человек не столько я не считываю вас трудоголиком сколько вы тот человек который скрупулезно можете что-то делать понимаете и главное чтобы вам это нравилось на своем ли вы пути находитесь сейчас ну десятка педаклей могу предположить что да 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 вы на своем пути и движетесь да тройка жезлов и восьмерка педаклей в принципе трудитесь трудитесь не покладая рук хочется сказать над перспективами над расширениями дальнейшими своими да вот именно в том направлении в котором вы для себя выбрали то есть вы находитесь однозначно на своем пути вот такой у меня был расклад для двоечек мы с вами переходим позиции номер три зеленому камешку троечки троечки всем привет для чего вы в этом мире вы знаете мне все время когда я смотрю первую позицию мне все понятно смотрю вторую ну все понятно с людьми как только я дохожу до третьей позиции то ли здесь очень много людей разных выбирают разных по энергетике да вот вас есть что-то одно общее что вас объединяет я люблю говорить это люди практики да то есть не философы по первой позиции да и не творческие личности как по второй а вот здесь все время какие-то люди практики здесь могут быть абсолютно ну разные ситуации например практики как швия либо человек который вяжет либо делает какие-то украшения и одновременно могут быть там практики я не знаю парейки и голоукалывание и с другой стороны могут быть ведьмы маги и так далее то есть они все практики их объединяет одно единое да это вот то действие физическом мире но каждый действует именно вот как профессионально условно говоря сфере по своим то есть разные уровни поэтому как-то вот одну общую энергетику я не могу меня сразу идет какое-то вот распыление да разбрызгивание расплескивание этой энергии нету одного вектора направления чтобы вас как-то считать то ли вас много то ли вы настолько разношерстные между собой что информация сразу разница одна от другой но все же попробуем считать и вас для чего вы в этом мире ну здесь по-разному здесь кто-то знаете хочу сказать как работник должен что-то делать да вот именно руками что-то создавать причем это создавать может быть как украшение как я уже говорила так и энергию проводить руками там рейки например то есть работники которые работают руками то есть через ваши руки творец взаимодействовать с миром что еще для чего вы в этом мире мне здесь идут люди которые знаете в принципе не не совсем для вас важно им общение то есть вы как будто бы не ориентированы на людей ваши продукты могут быть впоследствии да то есть например вы создаете украшения и их покупают люди но вот как будто бы напрямую вы не контактируете с людьми не идут как будто бы вот ваши услуги они опосредованы да не напрямую связаны с людьми как-то опосредован то есть что-то вы создаете что-то вы делаете приняли заказ а люди потом ну как-то вот покупают то есть это покупки они могут быть и без вас без вашего физического присутствия вот здесь такое что-то идет хорошо для чего в этом мире маг но я же сказала магии творцы люди которые умеют что-то реализовывать причем не что-то а именно то что они знают то что они хотят в чем они разбираются опять таки есть из духовной точки зрения тумак это как человек проводник энергии света да то есть вот как-то энергию оплачить в какую-то форму если во второй позиции у нас было материализации идей то здесь вы не совсем материализуете эти идеи а здесь вы как будто бы больше акцент идет на не знаю на энергию вот вы как будто бы вкладывать здесь как-то с энергией мне связано как-то вы передаете энергию знаете когда две противоположные силы соединяются они всегда порождают третье например когда мужчина встречается женщины до при слиянии двух сил рождается ребенок вот здесь как будто бы две противоположные какие-то силы которые соединяются и порождают что-то третье вот вы являетесь как раз таки тем дирижером который соединяет две силы для того чтобы появилось что-то третье какой-то знаете вот как по некий алхимик который преображает преображает что-то во что-то и знаю здесь как будто бы может быть как эта профессия называется час забыла как это реставратор вот здесь вы как будто бы как некий такой реставратор берете что-то прикладываете к этому усилия и из уже имеющегося ну то что вот вы взяли да из этого получается что-то другое либо например как скульптор берет глину либо камень либо какой-то материал начинает отсекать все ненужное у него получается что-то третье вот здесь ваша роль ваша задача именно в этом для чего вы в этом воплощении изобилие изобилие плодородия изобилие для того чтобы создавать вот это вот изобилие в этом мире чтобы как-то узнать хочется сказать трансмутировать одну энергию в другую для того чтобы было как-то изобилие это может быть даже если вы работаете с людьми опять-таки да в контексте там магии не каких-то практик вы берете сознание человека и трансмутируете как-то вот изменяете его и превращается этот человек во что-то другое здесь какой-то такой процесс идет для чего в этом мире четверка педаклей интересный момент с одной стороны вы создаете некие изменения а с другой стороны вы как будто бы поддерживаете некую такую стабильность в этом мире знаете это как есть иное количество людей которые умирает а есть иное количество людей которые рождаются и вот этот вот баланс он все время сохраняется да то есть вот то что нам говорят у нас повышается численность населения на самом деле это не не совсем так потому что есть сайты которые показывают статистику онлайн рождение и смертей людей да сколько у нас у нас принципе одна и та же статистика 12 и здесь нельзя сказать что вот это вот баланс как-то нарушается вот вы по четверке педакли мне идете вот как такой человек который сохраняет этот баланс который следит контролирует чтобы этот баланс был чтобы не было никаких искажений если присутствует какое-то искажение и она идет либо в один полюс либо в другой полюс вот вы как будто бы это выравниваете хочется сказать вы как некий такой смотрящий за порядком интересные да я вас уже на зону отправил как смотрящими хотя зоны это тоже некое такое ограждение на хорошо на своем ли пути вы находитесь вот в данный момент в контексте того что я озвучила ранее своем ли пути вы находитесь король мечей скорее всего да скорее всего да нежели нет вы очень хорошо управляете вот как-то контролируете этим процессом здесь как будто бы выстраивается некая такая стратегия да то есть вы не тот человек который спонтанно можете действовать про спонтанность это у нас двойки вы нет вы нет вы как будто бы у вас четко четко есть понимание вы не тот человек который прописывает какие-то планы хотя такая тоже может быть у вас есть четкое понимание конечного результата вот вы как будто бы ориентированы на результат больше не на процесс а на результат и вы понимаете как должно быть что должно быть еще раз скажу я не вижу чтобы вы как-то прописывали до шаги но вам достаточно само понимание к чему вы идете да вот какая-то некая такая картинка конечной остановки куда я приду и вы ее держите в своей голове вот этот вот конечный результат и вы туда идете но шаги я не вижу чтобы как-то прописывали либо что-то делали так смотрим дальше на своем ли вы пути находитесь сейчас вот плане магада а в плане изобилия то что я говорил о плодороде нет здесь вы идет какое-то разрушение здесь идут перемены выпадает император о чем нам говорит император о преображении здесь как будто бы какие-то границы что-то здесь будет меняться вот ваша реальность ваш момент здесь и сейчас он сейчас меняется здесь идут вот момент сейчас идут какие-то разрушения что-то новое рождается да почему два туза да вы уходите как будто бы от туза жезлов и идете к тузу педакли да то есть вот действительно сейчас что-то рождается ощущение того что какая-то ситуация должна произойти и после этого у вас откроется перспектива вот на это изобилие которое вы придете знаете это как некий такой переход на есть есть переход вот вы находитесь по одну сторону вам надо прийти на другой и ощущение того что вот в том месте где вы находитесь неожиданно перед вами появился вот этот переход портал такой некий и вам нужно будет войти в этот портал а там уже есть вот это изобилие вот вы находитесь сейчас в этом процессе когда неожиданно перед вами появился этот портал вот в этом моменте вы находитесь дальше там все будет хорошо будет даваться шансы хотя мне показывается что будет иное количество людей которые не пройдут в этот портал кто-то может быть испугается кто-то скажет что мне не нужно есть что то что меня держит еще вот в этом моменте да не все зайдут не все возьмут шанс на какие-то вот эти вот изменения не все войдут в этот портал есть смельчаки которые до хотят они идут они радуются и это те люди которые вот такое ощущение что вот их позади ничего не держит не потому что они одиноки а потому что у них сознание такое достаточно свободного человека не как будто бы есть понимание что я обязательно должен войти в этот портал посмотреть что там как если что я вернусь а есть категория людей которые туда вообще не идет да потому что у них даже такой мысли не что я могу зайти посмотреть если мне не нравится я могу вернуться вот у них как будто бы такой вообще мысли нет поэтому они изначально отказываются а есть те кто войдут и останутся потому что им это нравится вот здесь так на своем ли пути вы находитесь вот по поводу ах смотрящего то что я говорила до смотрящий за порядком за стабильностью здесь да вот в этом направлении до выпала двойка кубков здесь а вы и как раз таки смогли уравновесить свою инскую энергию мягкую вот это вот здесь произошло слияние вас с вашей женской сути с сути именно восприимчивости пассивности принятия здесь как будто бы вот эту часть вы приняли на выбрели вы с ней как будто бы активно уже работаете и взаимодействуете здесь уже произошло очищение здесь произошли уже изменения необходимы здесь вы сто процентов встали на свой путь вот по поводу изобилия здесь пока вы находитесь в преддверии так скажу такая была у меня и третья позиция я благодарю вас за сегодняшний расклад пожелаю вам отличной недели всего самого наилучшего не забывайте под переходить на мой второй канал подписываться ссылка есть в описании и вся необходимая информация моих услугах уже есть в описании под этим раскладом а я с вами прощаюсь всем пока пока а